Привет, девчонки, это Маша. Наверное, все уже видели этого смешного банана-нудиста. В этом видео я предлагаю нарисовать ему яркую, озорную подружку-клубничку. Давайте сразу к делу. Вот такие кнопочки ко мне пришли. Ноготки формы трапеция, плоские и широкие. Свободный край у них разный, так что если без донаращивания и моделирования, то выбор формы у нас невелик. Овал. Кроме того, при выборе формы ногтей, сама форма ногтевой пластины это не единственный ориентир. В нашем случае ногти очень мягкие, а это означает, что если будет квадрат, то с уголками можно будет попрощаться сразу. Ну и по правде, укрепить настолько мягкие ногти достаточно сложная задача, но это уже другая история. Клиент у нас новый, говорит, что на ней ничего не держится, я охотно верю. Но будем пробовать и в качестве знакомства просто обычное нанесение гель-лака без укреплений и всякого такого. А вы, кстати, обратили внимание, насколько уже визуально выглядят ногти после покрытия? В общем, поехали, поговорим обо всем по порядку. Для начала, как вы, наверное, могли заметить, ногтевая пластина очень влажная, поэтому, чтобы облегчить аппаратную обработку, я воспользовалась баквиланом. Я уже рассказывала в каком-то из своих видео про это средство, но сейчас у нас такой очень наглядный пример. Я просто распылила клиенту на ручке и мы посидели минутку, пока средство испарится. Над вытяжкой, кстати, средство работает гораздо быстрее. Ногти тонкие, кожа тоже нежная, поэтому только красная фреза и по ногтю сильно не елозим это ни к чему. Пропилить такие ногти расплюнуть, так что работаем с легкостью перышка. Если нормальным или толстым ногтям ничего прям такого страшного с ними не происходит, когда по ним чуть-чуть сильнее проходишься пузиком фрезы, то с такими ногтями это просто недопустимо. Обратите внимание на две вещи. Первое, о чем я только что говорила, ноготь мы не шорхаем фрезой и под кутикулой вы можете наблюдать рисунок ногтя, который остался после аппаратной обработки. Это ваш контрольный показатель, как можно оценивать качество своей работы, все ли вы правильно делаете. Но будьте осторожны и помните, что на носик фрезу мы тоже не заваливаем, чтобы не пропилить носиком. Недавно было видео про такие пропилы, контролируйте себя и рекомендую просмотреть то видео. Ну и второе, сейчас уже кожа не выглядит такой прям влажной, баквилан нормально так это все дело подсушил. На коже это никак не сказывается, через несколько часов все встанет на свои места, но если помазать кремом после маникюра, так вообще. В любом случае, я все равно решила сделать комби-маникюр. В комби, кстати, мы низверствуем, часто мастера захватывают ножничками, так, знаете, побольше стараются оттяпать как можно больше мяса, но мы же колбаской все-таки кутикулу режем. Но на самом-то деле, если из клиента не брызжет кровь, это не значит, что все правильно. Ранка не показатель того, что было срезано слишком много кожи. Мы срезаем только роговевшие участки кожи. Если срезать буквально чуточку больше, зацепить молодую кожу, крови не будет. На вид чаще всего нормально, но кутикула зарастает уже через несколько дней с новой силой, и маникюр уже не выглядит свежим. Появляется сухость, всякие там шкурочки, шелушки, а эстетика куда-то пропадает. Чистый маникюр это не значит срезать все, что надо и не надо. Ну так вот, зашлифовываем в конце, так как ручки влажные, склонны к образованию заусенцев. Ну и двигаясь в одну сторону поперек ногтя, поднимаем чешуйки для лучшей сцепки с гирлаком. Это можно сделать бафиком. Работая над формой свободного края, какая бы ни была форма натурального ногтя, заужаем только точек в роста. Сами точки в роста мы не пилим, потому что ногти от этого уже не станут. Кстати, с таким кончиком ногти уже выглядят чуть-чуть уже, но этого все еще недостаточно. Чтобы визуально заузить форму, мы наносим гирлак чуть-чуть иначе. Во-первых, я сразу рекомендую целиться на какой-то яркий цвет. Точнее, не столько яркий, сколько контрастный. Это может быть и темный оттенок, не обязательно сочный, ягодный, розовый цвет, как выбрали мы с клиенткой. В дизайне я буду использовать розовенький P&B из коллекции Caribbean Club номер 226. В целом, вся коллекция очень яркая, в смысле приятно яркая. Сочные оттенки на грани неоновой палитры, но это все же не неон. Оттенки плотные, практически все можно наносить в один слой, конечно же, при условии мощной лампы. А еще я, как всегда, попросила для вас скидочку. И бренд P&B дает зрителям моего канала скидку 10% по промокоду PROPNB. Если кто планировал покупку гирлаков, то ссылочка и промокод в описании. Всегда пожалуйста. И у меня тут еще одна новинка от P&B. П&B база с ворсинками. Сейчас многие бренды выпускают базы с ворсинками. У кого-то прям такие длинненькие ниточки. Но у P&B эти волокна видно, когда наносишь, видно, что там что-то плавает в этой базе. А когда начинаешь искать эти ворсинки, ну очень уж они мелкие. В нанесении совершенно не мешают, и база очень быстро самовыравнивается. Сама. Сначала поверхность становится просто гладенькой, а затем выравнивается и блик. Производитель рекомендует наносить и выравнивать эту базу тонкой кистью, просто для того, чтобы было легче и быстрее. Хотя, как по мне, это не так уже обязательно. На обезжиренные ногти я сначала наношу тонкий втирающий слой этой базы, сушу, и затем наношу второй слой, которым делаю, ну не сколько выравнивание, сколько небольшой пушапчик. Ногти плоские, и я чуть-чуть добавляю такую приятную круглинку в центре. Главное, не допускать объема по бокам ногти, иначе ноготки превратятся в пирожки, особенно на такой форме. И вот зачем нам контрастный цвет. Из двух зол я выбрала меньше, а между недокрашенными боковушками и широкими ногтями я бы советовала выбрать первые. Благодаря контрасту цвета никто не заметит миллиметрового недокраса вот этого вот уголочка, который делает ногти круглыми. Зато издалека будет видно уже овальную форму ногтя, более узкую и изящную, чем на самом деле. Сразу эти ноготки перекрою топом, и давайте переходить к клубничке. Я на палитру ставлю 226-й оттенок, который буду миксовать с 223-м, чтобы была такая игривая нотка в тоне, ну и конечно же белый. Черенок сделаю 221-м, и еще ставлю капельку черной краски для тонких прорисовок. Розовой смесью делаем подмалевок. По сути, подмалевок чем-то напоминает сердечко. Сушим и делаем клубнике Олеговне прическу. Из точечки зеленого гель-лака вытягиваем такие остренькие лучики, ничего сложного. Ну и вот теперь нам пригодится навык рисования тонких линий и, конечно же, гель-краска. Напитываем кисточку, задерживаем дыхание, это важно, и обводим клубнику с черенком. Также клубнички нужно нарисовать сладкие уста и глазки с ресничками, как у девочки. После сушки эту красотку нужно немножечко нарумянить, ну как будто бы ей стыдно, и нарисовать бубочек. Я это делаю просто белым гель-лаком. И да, чуть не забыла, ручки там, ножки, одна рука на талии, второй, зазываем наш банан. И да, на ютуб взверствует цензура, поэтому зашторим то место, где могло что-то быть загадочной звездочкой Камифу Букой. Что касается второго ноготка, там нужно что-то написать. Банан призывает избавляться от одежды, а мы напишем что-то клубничное, игривое по-французски. Гель-лак плотный и рисуется вполне нормально, как видите. Ну и готово! Вот такая у нас хохотушка-бесстыдница получилась. Я еще в таком духе видела беременных авокадо, апельсинки, которые решили сходить по-маленькому в стаканчик со свежевыжатым соком, плачущий лук. А что нарисуете вы? Покажите в инстаграм с хэштегом MashaCreate, такие рисунки не замысловатые, но очень забавные. Мне будет очень интересно на это посмотреть. Ну и конечно же показать ваши работы тут в конце видео. Поставьте этому видео лайк, если вам понравилось. Вопросики, которые у вас есть, спрашивайте в комментариях под видео. Не забудьте подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видяшки. Ну и конечно же присоединяйтесь ко мне в инстаграм и в других соцсетях. А с вами была я, Маша. До скорого!